Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова У меня были очень хорошие друзья, отношения с Витлутом Желакевичем и Альманом Желакевичем. И он сказал, ты знаешь, это хорошая картина, но ты не боишься... Он ее вам передал или вы как, взяли ее сами? Он начал ее, они отновывали локации, поставили декорации, но он не пошел дальше, не пошел дальше. Я не знаю почему, он сказал, что я не смогу снять этот фильм, но не могу честно говоря сказать почему. Они обвинили, что тоже российская сторона не хочет дать деньги. Почему это должно быть так, чтобы российская сторона должна дать на литовской картину, не знаю. И потом они получали от государства какую-то денежную большую сумму, потом они вернули часть, которая была непотражной, и фильм закрылся. И после 10 лет этот продюсер, ну не знаю почему, он опять подлазом заявлен, после 10 лет, наверное все забыли, что был такой фильм, не знаю. И потом сценарий был хороший, сценарий был хороший. И тогда все начали смотреть, надо давать деньги на такую картину по хорошему сценарию. Ну кто будет режиссер, после ГИТИСа никто не хотел браться за эту картину. И тогда вышло, что мне позвонили и спросили, что ты думаешь. Я говорю, ну да, сценарий хороший. И там уже в начале, когда я обсуждался проект, мне сказали, да, имбрецкие танки не пройдут. Поэтому мне у вас 5 лет. Выдающаяся картина была. Да, гетто, но очень нравится. Я писал о ней. Фактические ассоциации. Каждый художник идет от другого художника. Мало кто так уж твердо стоит на земле. Всем руководствуем за своим опытом. Да, конечно. Вот мне просто интересно, какие корейшие ассоциации были ваши? Честно говоря, никто ее уже не увидит. Я имею в виду ее 2 раза в жизни. Такая, какая должна была быть. Но это было... Будет смешно. Это было что-то похожее владелец колец. Понимаете, вот это должен быть бюджет, чтобы ее снять просто. Да, властелин колец. Так это была вот такая дорога через эти горы, через Сибирь, встреча там была. Но картина очень порезана, честно говоря. Я не умел вариантов снять, вот как вы говорили, спешки Шамена. И тогда там была сцена, была такая... Были очень интересные. Порезанная, потому что это фестивальная версия. Будет иллюзионная версия. А я не знаю, как будет. Не знаю, как будет. Понятно. Крепой этого фильма является замечательная совершенно девочка. Да. Которая... Понимаете, мне кажется, есть ощущение того, что сюжет мог варьироваться. Снимался четыре года. Удивительно. Просто мне странно даже понять, каким образом вы его снимали. Потому что до ребенка... Нет, он ведь снялся быстро. Да, мы сняли. Снимался полтора месяца. Ждем, когда власть поменяется. И дальше у вас был только монтаж. Пошел монтаж. Потом опять остановились. А у нас съемки еще были пролеты и все. Потом я пошел к друзьям, спросил, что мне дали пять тысяч долларов, что мне нужен самолет хотя бы поднять и посмотреть, что там. Снизу, ну как, сверху. Ну вот так он делался. Он и продюсера, но ее не было. Продюсер, он носил эту идею, но не только надо ее носить, наверное, но и иметь, где мышцы сильные. Но и у него таких сильных нет. Он был, сейчас ему семьдесят восемь. Да, один. Да, продюсер. Так он буквально не может лететь самолетом. Если позвонил, то только в Москву. Потому что, ну, может с Москвой говорить, но его нервы не выдерживают. Аш, все на своем горбу. Тогда открываются какие-то твои ошибки. Уже ты не можешь все делать, как ты хочешь, как режиссер. Ты должен еще из-за этого парня работать. Вот такая вот ситуация. Так ее хоть как-то просчитывали? Или это даже воспроизведение роли? Нет, просто я, как прочитал сценарий, думаю, что в нем очень много заложено жизненной правды, которая намного интереснее, чем какая-то правда другая. Я очень много знал своего отца. Мне очень много рассказывал про эти время, послевоенное время и так далее. И мать рассказывала. Там не было все так, ну, близ, красиво. И в Литве. Везде была техника идея. Везде было очень приличных много людей, которые старались как-то, ну, помочь, но не всегда могли. Потому что боялись. Просто боялись. Ну, чтобы не было что. Она должна была, эта девушка, позрослеть. И стать уже, ну, старым человеком, когда уже пройдет идея, вот, пять тысяч километров. Это полтора месяца, за полтора месяца надо это, ну, стать таким человеком. Мы нашли вот эту девушку, она, отец ее украинец, украинец, да? Мать белорусская, но корни литовский, старый. Потому что у нас была, как в Беларуси, и Литве было единое государство, когда это старое было. И, ну, как-то она убедила, не знаю, чем, сердцем, что это тот человек, который... Но есть люди, что ты чувствуешь, что это тот человек, который тебе нужен. Вот так вышло, что мы не поделомки это чувствуем. На другие просто актеры... Мне очень было, ну, бежет маленький. Я бы сказал всех российских актеров, всех. Так, есть несколько там вот актеров, которые... А других надо было взять, у которых... А черепа, черепа, я говорю, вот такое дурацкое слово, извиняюсь, что говорю, похожее на не литовский, а черепа. Я не так выразился. Не черепа, видимо, всякое. А, дезинфекционерические вещи. Типаж. Типажность. Это типажность. В образовании... Нет, нет, это не черепа. А то я не так выразился. Вы, да, актерики терапии даже не понимали. Никто не выяснили. Пожалуйста, пожалуйста. Друзья, ну, все понятно. Понятен благородный посыл вашего фильма о том, что человеческая низость, человеческое благородство никак не зависит от национальности. Эта мысль понятна, не вызывает никаких у меня вопросов. Вопросы вызывает профессиональное исполнение этого, в общем-то, благородного сюжета, благородного замысла. Он полон жизненной неправды от начала до конца. Он полон жизненной неправды с первого кадра, когда мать выбрасывает ребенка в окно, в тайгу, в сибирскую. И говорит, хорошо, выбрасывай там... Тетка там. Тетка выбрасывает. Говорит, беги там, по солнцу там. Пять тысяч километров, куда беги? Куда беги? Вы знаете, сколько пять тысяч? Когда вас выбрасывают, ведь даже не знают. Они ехали уже два месяца из Литвы, я вас уверяю. Они видят, что тайга за окном. Куда беги? Хотя бы беги к людям. Но беги куда? По солнцу. А куда ведет это солнце? Я понял, что ли беги? Выбор простой. Если понятно уже, что оставаясь здесь, она сто процентов получает шанс погибнуть. А уходя, уезжая куда-то дальше, у нее, может быть, будет шанс выжить.